Доброе утро, Приднестровье! Доброе утро, Республика! На календаре 27 ноября и понедельник. Новая рабочая неделя. Стартуем вместе с вами. Сегодня Александр Бойко и Анастасия Чернитинская. Мы будем желать вам хорошего продуктивного дня и по порядку обо всем расскажем. У нас сегодня в эфире много всего интересного и актуального. Поговорим о переименовании улицы 25 октября в улицу Покровскую. Расскажем мы о том, как подобрать зимнюю обувь. Сейчас это очень кстати будет для вашего ребенка. Ну а еще у нас будут невероятные гости издалека. Да, пообщаемся о туризме немножко, о том, как и где можно здорово Приднестровцам отдохнуть и на территории Приднестровья и вообще. В общем, мы пообщаемся сегодня о прекрасной семье и вообще о Дне матери, который был на этих выходных. В общем, масса интересных тем сегодня в нашей программе. В воскресенье был прекрасный, трогательный, теплый праздник День Матери. Особенный день, мы его все безумно любим, потому что, я думаю, к мамам мы испытываем особенные чувства. Вы знаете, есть такой опрос, который проводят очень многие организации, да и просто люди. И очень много видео в интернете есть, когда люди подходят и просят позвонить прохожих своим мамам и в этот день признаться своим матерям в любви, сказать о том, как мы сильно любим свою маму. Мне очень интересны ответы. Да, и вот максимально, вот очень много ответов мам всегда возникает с тобой, все в порядке, с тобой что-то произошло. То есть, мне кажется, это говорит о том, что мы так редко говорим это нашим мамам, что мамам в момент, когда они это слышат, кажется, что что-то пошло не так. Поэтому как можно чаще говорить эти прекрасные слова любви своим матерям. И был хороший повод в это воскресенье прийти или позвонить своей маме и сказать о том, как сильно вы ее любите. Ну, а действительно праздник отмечается во многих странах мира, и этот Международный День Матери делает нас чуточку ближе, вне зависимости от того, какой у вас сейчас возраст, для мамы всегда дети. И мне часто сын говорит, мам, ну ты станешь бабушкой, мне надо будет говорить, что ты моя бабушка, можно я буду называть тебя всегда мамой? И это так по-детски наивно, но это правда жизнь, что время идет, а вот таких моментов с детьми совместных бывает очень и очень мало. И пускай хотя бы в праздники у нас была такая возможность объединиться и провести время со своими мамами. Что касается приднестровских семей, очень много в Приднестровье многодетных семей. И по статистике и прошлого года, и позапрошлого, очень часто в семьях рождается уже третий, четвертый ребенок, их действительно много. В прошлом году я готовила выпуск о многодетной маме, у нее шестеро прекрасных деток. Вот я хочу прямо озвучить. Семья Мельничук, папа Андрей, мама Галина. И вот каждый рассказ об их семье, вот вспоминаешь, насколько тепло там, насколько туда хочется возвращаться. Конечно, старшие дети уже вместе с родителями не живут, но когда они собираются с задним столом в одной квартире, это такая энергия сумасшедшая. Насколько я помню, там разделение прямо идет, да, то есть мама занимается работой, папа занимается детьми, развозит по кружкам, по занятиям, там все четко и по плану в этой семье. Папы тоже работают, надо сказать, дети очень самостоятельные, потому что у каждого свои интересы, они настолько талантливые, настолько творческие. Можете пересмотреть выпуск профи за прошлый год, есть в наших соцсетях. И в этом году мы продолжаем вас знакомить с такими же чудесными многодетными семьями. Может быть, вы увидите, это подстегнет вас расширить свою семью, чтобы еще новый человек вас назвал самым дорогим, самым теплым словом «Маня мама». Смелая. Добрая. Мама красивая. Светлана и Александр, Ангелина, Боря, Дима, а еще три кошки, пять собак и домашнее хозяйство. Вот у такой большой семьи мы сегодня в гостях. Да, мы всегда мечтали о большой семье. Мы с мужем планировали детей с них. В этой семье нет споров, кто сегодня идет в магазин, а кто моет посуду. У каждого свои обязанности. Ангелине 20, работает в кофейне. Маме помогает по дому, а еще присматривает за младшим братом. На какие тренировки ты уже не пошла? Вчера я так и забыла тебя спросить. Спортзал. Основные домашние хлопоты на маме. Светлана любит готовить. Особенно удается выпечка. На столе как раз пирог с кремом. А вот с уборкой активно помогают детям. Средний сын, у него свои обязанности. Он пылесосит в доме. Я не пылесошу в доме. Он пылесосит в доме, он кормит хозяйство у нас. Птица домашняя. Собак кормит он. И также с младшим братом помогает, сидит, пока я, к примеру, готовлю кушать. Может пойти белье повешать, либо сложить белье. А еще Боря играет в футбол. Увлекается шашками и шахматами. Соперники по настольному спорту – папа и старшая сестра. Главу семейства мы дома не застали. Работает. Во дворе у нас убирает только папа. Меня не допускают туда. У младшего Димы тоже есть обязанности. Он строит гаражи и наводит беспорядок. Мама потом убирает. Это скоростной поезд. Самый быстрый. Вот этот самый быстрый? Да. А ты расскажи, у тебя тут вообще, смотри, сколько у тебя здесь поездов. Тебе чем поезда вообще нравятся? Вот еще один. Тоже поезд? Да. Поезд, следовая дорога, это же дорожные рейсы. Только поезд приближается, поезды стоят и ищут людей. В свои пять лет Дима уже знает, кем хочет стать, когда вырастет. Решил, что будет машинистом или полицейским. Но кем именно, пока не определился. Он очень любит полицейские машины и поезда. Вот это вот у нас круглосуточно играют мультики, обучающие какие-то игры, видео о том, какие поезда есть. Так он как бы и выучил все по поездах, знает. Увлечения в этой семье есть у каждого. У меня есть такое маленькое хобби, наверное, не знаю, скучно было. Я вообще парикмахер-стилист и мне нравится красота. И я решила попробовать ногтями заняться. Выучилась сама. Теперь делает маникюр себе, дочке и подружкам. Главное, все успевает. Воспитывать детей, вести хозяйство и заниматься любимым делом. Я встаю в 5-6 утра. У меня нет напряжения какого-то. Абсолютно. То есть для меня это обыденный день. В день матери поздравления от детей. Счастья и здоровья. Желательно побольше. Ну, в принципе, я считаю, что это самое главное. И нерв побольше. Ну, я желаю здоровья, счастья, любви и самого наилучшего, чтобы не было в этой жизни. Цветок! Ты бы хотел маме пожелать цветок? Да. Мы к поздравлениям тоже присоединяемся. И пусть цветы, слова благодарности и любви для мам будут не только по праздникам. В туризме сейчас не сезон. Время закончилось летнее, и туристов стало гораздо меньше ездить отдыхать. Но сейчас в межсезонье у туристических агентств самое время для того, чтобы подготовиться к следующему сезону, узнать что-то новое, где-то заявить о себе, а еще лучше заявить о себе на международной арене. С 23 по 25 ноября в Варшаве такое мероприятие провели. Это уже традиция. И со всего мира представители туристической отрасли приехали, чтобы рассказать о своей стране. Участие принимает и делегация из Приднестровья. С нами на связи Иван Ганенко, президент региональной туристической организации «Днестр» и лидер «Туризм-платформ». Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Рад вас приветствовать! Иван, знаем, что это уже традиция принимать участие в такого рода мероприятиях. Площадка действительно большая. Это едва ли не самая крупная европейская площадка в этом году. Из каких стран представители? Насколько много людей и гостей? Вы знаете, выставка действительно очень большая. Здесь присутствует большое количество африканских государств, европейских государств. Из подсветского пространства присутствует Грузия, Молдова, наши соседи болгары, большие стенды у румынских делегаций. И эту выставку посещает очень много людей. Если судить по вчерашнему дню, у нас не было время даже на обед. Мы все время работали с посетителями, все время рассказывали о нашем прекрасном крае, о Приднестровье. Иван, подскажите, пожалуйста, очень здорово. Это действительно международная крупная арена. Как к нашей стойке привлекали людей и чем удавалось привлечь внимание к нашей, к Приднестровскому туризму? Вы знаете, поляки очень много знают о Молдове и Приднестровье. И нам даже не нужно было их как-либо привлекать. Они сами останавливались, сами спрашивали. И многие из них хотят приехать в Приднестровье. Дело в том, что по статистическим данным, 15% от всего туристического потока – это как раз польские туристы. И для нас эта выставка очень важна, потому что туристы любят Приднестровье. И нас связывает большая история с Польшей. Поэтому мы им интересны. И они к нам сами подходят и сами узнают, как посетить, безопасно ли у нас, как встречают туристов. И задают всякие сопутствующие вопросы. В принципе, люди, которые приезжают из европейских стран, каждый находит что-то себе по сердцу, по душе. Потому что у нас настолько многонациональная республика, что нам есть что показать. И сейчас очень активно развивается и сельский туризм, и мастерство какое-то, мастер-классы, которые возвращают нас к рукодельному такому творчеству. Насколько в этой части Приднестровью есть что предложить гостям? В Приднестровье однозначно есть что предложить. У нас, как вы правильно сказали, развиваются и мастерские, и начал потихонечку развиваться и сельский туризм. Конечно же, у нас впереди еще очень большая работа по созданию инфраструктурных объектов для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно. Но и уже на сегодняшний момент мы можем быть привлекательны и интересны любому европейскому туристу из любой точки земного шара. Иван, отлично. Подскажите, пожалуйста, если говорить о посетителях нашей площадки, какие вопросы задавали больше всего и что интересовало тех, кто посещал нашу площадку? Им интересна наша культура, интересны наши люди, интересна наша история. То есть все, что мы можем предложить на сегодняшний день в Приднестровье, я думаю, всем туристам это интересно. Насколько активно потом можно будет сотрудничать после участия в такого рода мероприятиях? Это налаживание контактов непосредственно с инфоцентрами других туристических компаний, которые будут сюда целые группы людей привозить, туристов, или индивидуальные туры в том числе? Вы знаете, у нас вчера был очень плодотворный день. Мы провели шесть встреч с представителями различных регионов Польши, которым очень понравилась наша выставка, наша экспозиция, и которые готовы заключить с нами контракты на привоз туристов в Приднестровье. И параллельно, конечно же, мы работаем и с туроператорами, которые присутствуют на данной выставке. С итальянскими туроператорами мы вчера общались, тоже договорились о заключении контрактов. С румынскими туроператорами, с туристом мы вчера успели пообщаться. Дело в том, что у нас очень мало времени, и мы больше, конечно, уделяем своему стенду, не успеваем общаться с коллегами. Думаю, у нас впереди еще несколько дней, поэтому мы пообщаемся со всеми коллегами, кто работает на данной выставке. Но это все-таки сотрудничество в двухстороннем формате. Не только в Приднестровье должны приезжать гости, но и возможность приднестровцев тоже путешествовать. Вот на следующий уже, наверное, год, вот в ближайших планах, куда можно будет, благодаря вашей организации в частности, отправиться? Вы знаете, наша организация не совсем туроператор. Мы являемся некоммерческой организацией. Основной целью деятельности которой является создание условий для возникновения бизнеса для развития внутреннего туризма в Приднестровье. Мы объединяем все туристические организации и гидов, работающие на территории Приднестровья. Поэтому мы работаем для того, чтобы помочь нашим туроператорам и нашим гидам создавать свои туры. Мы заключаем договора и контракты с областями, с туроператорами и будем эти контакты передавать остальным нашим участникам туристического рынка, для того, чтобы они как коммерческие организации осуществляли предпринимательскую деятельность. Ну вот действительно здорово, когда вот в вашем лице можно будет развить наш внутренний туризм. Но сейчас возвращаясь все-таки к Приднестровью. Приднестровью действительно похолодало, действительно туров даже на сайте билет ПМР, туров выходного дня появляется все меньше, желания путешествовать в холодное время года тоже все меньше. Что бы вы рекомендовали посетить, куда отправиться, может быть в какой район, какие гостевые дома посетить именно приднестровцам, которые хотят отдыхать, но вот не знают, куда отправиться в эти холодные предстоящие выходные. Жемчужиной Приднестровья является наш север, конечно же. Его уникальные ландшафты и та культура, которая немножко отличается, кстати, от юга Приднестровья, потому что там больше польской культуры, больше культуры украинской. Ну, такая вот смесь, интересная смесь. Я бы, конечно же, советовал всем не забывать о том, что у нас прекрасный регион и что нам необходимо путешествовать. Ведь многие из наших жителей, когда начинаешь рассказывать о том, насколько интересна Рашкова, насколько глубока его история, удивляются и говорят, вот мы здесь живем и никогда нигде не были. Поэтому неважно, холодно, дождь или солнце, находите возможность путешествовать по Приднестровью и наслаждаться нашей прекрасной землей. Спасибо вам большое. Мы видим за вашей спиной площадка Грузии, да, и там большая часть активного отдыха и рафтинга, и походы горные. Вот мы насколько можем привлечь активным видом досуга Приднестровья? Вы знаете, ну, активный досуг, наверное, у нас не очень зимний спорт развит, но в любом случае Приднестровье с каждым годом становится все более и более интересным. У нас начинает развиваться тот же рафтинг и зимние рафтинги есть. У нас появляются квадроциклы, на которых можно и зимой будет, я думаю, совершать какие-то туры. У нас есть конные туры и в Бендерах, и в Терновке, и в Террасполе, где можно тоже получить удовольствие от общения с природой, с животными и почувствовать себя наездниками и соединиться с природой. Ну, действительно, мне кажется, такого рода мероприятия и фестивалей, и выставки, ярмарки – это перенятие опыта. И потом можно будет внедрить что-то в наш местный туризм и развить в Приднестровье, потому что мы только в начале этого пути, но, тем не менее, уже по статистике людей, которые приезжают сюда, действительно число растет с каждым годом. Иван, спасибо вам большое. Мы надеемся, что следующее мероприятие, в котором будете принимать участие, еще больше расширит круг людей, которые будут узнавать о Приднестровье еще больше. Да, спасибо большое. И я бы хотел выразить слова благодарности нашему Министерству экономического развития в лице Натальи Сипкиной за предоставленный материал, который действительно нам позволяет с полнотой раскрыть весь туристический потенциал Приднестровья для наших гостей. Также хотел бы сказать огромное спасибо главе города Тирасполя и председателю Тирасполского горсовета за их поддержку нашей организации, за то, что они верят в нас и верят в том, что туризм может стать одним из рычагов экономического роста Приднестровья. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам за то, что развиваете, за то, что стараетесь. Я думаю, люди оценят, приднестровцы тоже. Вам хорошего дня и пускай все получается. Спасибо вам. До свидания. Обычно с театральной сцены мы привыкли видеть действие и глазами, и ушами, так сказать, потому что часто именно на диалогах выстроена та или иная постановка. Но если речь идет о театральном действии, спектакле, который построен исключительно на танце, на движениях, и ни одного слова там не произносится, что это? Это театр танца. Да, театр танца. Вообще, это, мне кажется, особое искусство, потому что, когда ты приходишь в обычный театр, смотришь людей, которые показывают тебе постановку, о чем-то говорят, ты их понимаешь. А понять язык тела, попробовать уловить суть того, что тебе показывают артисты со сцены, это, мне кажется, во-первых, понять сложно, а во-вторых, показать еще сложнее. Но ты знаешь, на каждой афише заявлено, что пластический спектакль совсем не требует знания того или иного произведения, на основе которого строится эта постановка. Все говорит язык тела, движение, и все эти эмоции передают артисты со сцены. Мне кажется, еще тут важно, кто смотрит, да, то есть, говорится, красота в глазах смотрящего, так и здесь. Мне кажется, каждый по-своему раскрывает подобные постановки, и пластические театры — это нечто особое и иное. Мне кажется, каждый раз для тех, кто смотрит, это открывается по-новому, и смысл каждый раз другой. И у нас тоже есть шанс видеть подобные спектакли. В Бендерах на базе ДК имени Ткаченко уже несколько десятков лет функционирует театр танца «Бум». Самый разный возраст артистов, есть несколько возрастных групп, но когда они все вместе собираются на сцене и в единой постановке, вот изначально они были 5-10 минутные, но теперь в репертуаре действительно большое число пластических спектаклей. Это и «Маленькая женщина», и «Приключения Алисы». Каждый раз пополняется и репертуар, и каждый раз приятно смотреть на этих маленьких артистов. Даже самые маленькие дети, которые там принимают участие, задействованы, они настолько талантливо передают ту или иную эмоцию, потому что каждая сцена — это отдельное настроение, и вот это полное погружение благодаря ребятам и происходит. И эти прекрасные выступления на сцене наших маленьких артистов, ну не только маленьких, есть шанс увидеть не только приднестровцам. Наши ребята были и участвовали в конкурсе, который проходил в Румынии. Давайте посмотрим, как это было. Без призовых мест они не вернулись. Давайте чуть больше узнаем об этих эмоциях и об этом фестивале. Арина танцует больше пяти лет. Со своим соло-розой на международном фестивале в Румынии взяла гран-при. Выступать на соревнованиях для тебя было тяжело? Не очень. Почему? Какие секреты? Надо просто работать и никогда не сдаваться. Вот ты заняла первое место среди детей. Каково это? Радость. Я сразу не ожидала. Мне понравилось. Понравилось и сестрам Емельяновым. Гран-при фестивали есть и в их копилке. Девочки стали лучшими в дуэтном танце. Исполнили отрывок из танцевального спектакля «Алиса в стране чудес». Мы его танцуем около двух-трех лет, где-то так. Вот сейчас вот на соревнованиях мы его выступили последний раз, заключительный. И вот вы с ним выиграли приз. Доработали до такого момента, что выиграли аж гран-при. И он про безумие, про близнецов. То есть какие-то там разногласия близнецов. Ну, в конце они все равно как-то мирятся и потом опять в конце ссорятся. Это еще один победный танец бума. Награда – звание «Лучший коллектив» и «Лучший танец». Мы нашли такой интересный трек, который нам понравился. И тут самое интересное – это скорость. То есть как они работают именно в самом музыке. Очень много индивидуальных звуков. Мы не работаем в счет, мы работаем именно конкретно в звуке. Здесь каждое движение выверено так, чтобы ни рукой, ни пальцем, ни даже косами девочки и друг друга не касались. Но при этом общая картинка напоминает работу шестеренок в часах. Каждая на своем месте. Во-первых, разные судьи. Тут никогда не знаешь, что тебе светит, не светит. Но так получилось, что они станцевали. У нас номер пока еще сырой. Если честно, еще есть над чем работать. И я такая за кулисами говорю, все, вы запороли все фишки. Они такие расстроились за кулисами. Тренер отчитала. Стоят на пьедестале и смотрят. Это было очень забавно. В конкурсе принимали участие танцоры из Молдовы, Украины и Румынии. Из пяти возможных номинаций этого фестиваля танцевальный театр «Бум» взял четыре. Есть еще к чему стремиться, говорят ребята. А пока усиленные тренировки, ведь в планах чемпионат мира. Раз, два, три. На прошлой неделе заметила, что как только стало прохладнее очереди в магазины с зимней одеждой, зимней обувью, ого-го, какие пройти совершенно невозможно. Но мне кажется, это уже наш менталитет. Нам надо дотянуть до последнего, замерзнуть, промочить ноги. Пока еще дождей таких сильных не было, но тем не менее. Вот заболели, чуть-чуть подпростыли и понимаем, что стоит уже одеваться и пора утепляться. Только хотел сказать про менталитет, потому что мне кажется, так мы во всем. И в одежде зимней, и переобуваться мы делаем в последний день, а то и после наступления срока. Ну, со взрослыми вроде бы все понятно. Мы сами за себя отвечаем и можем вовремя пойти там купить или взять свою зимнюю одежду. Но у вас с детьми нужно быть немножечко серьезней и подходить к этому делу заранее. Потому что детей нужно утеплять так, чтобы детки ни в коем случае не замерзали. Но заранее, не заранее, но нога растет быстро, и родители это знают. Поэтому, оттягивая до последнего, вот сейчас самое время обсудить зимнюю детскую обувь. Что предлагают нам магазины? Действительно, очень большой выбор. Это и сапожки, и полусапожки, и ботинки, и непромокаемые дутики, и валенки даже. Что выбрать? Что подходит для наших зим? Наверное, не валенки все-таки. Да, я немного завидую детям этого времени, потому что я помню свое детство. И в своем детстве у меня были одни ботинки, в которых я играл в футбол, они были у меня кроссовками. Не успели высохнуть под батарею, да? Идешь в мокрых. Идешь в мокрых. И, собственно, вот так. Но сейчас действительно огромный выбор. Они есть разные, есть и обычные, есть и ортопедические. И, в общем, детям советуют все, что угодно. Есть и на натуральном меху, и на овчине. В общем, огромное-огромное количество разных видов обуви. Именно зимние специально для детей есть. Вот несколько советов, наверное, самых простых, элементарных. Если ваш ребенок не ходит, естественно, ему ортопедическая обувь полноценная не нужна. Достаточно будет теплых пинеток, вот как Саша уже говорил, на овчинке. Теплые сверху баллоневая ткань, которая не продувается, и в коляске он себя будет чувствовать вполне комфортно. Если он уже начал ходить, естественно, обувь должна быть соответствующая. Это твердый задник. Если дети младшего, школьного, дошкольного возраста, застежка должна быть тоже максимально простой. На липучках или просто змейка, чтобы они могли легко обуться, переобуться и сделать это самостоятельно. Ну, уже, конечно, детки постарше в праве самостоятельно выбирать, и очень часто их выбор не соответствует предпочтениям родителей. Вот тут вот дилемма, что купить, красивое или теплое. Или удобное. Да, или он будет в школе ходить в одной обуви, ну, там сменка. Знаешь, все-таки эти ботинки попробуй дотащи потом. Ну да, домой. По коридору, главное, в этих тапочках зимой не прийти обратно. В общем, еще больше полезных рекомендаций даст Елена Диченко. Она все узнала о детской зимней обуви и готова вам рассказать. Шапки, шубы, меховые сапожки – это для северных широт. С приднестровскими зимами не так все просто. Найти подходящую детскую обувь – та еще задача. Мамы за практичность, дети за красоту. Обращаем внимание, конечно же, на качество, чтобы обувь была удобная. Мех хороший был, тоже более натурально предпочитаем обувь. Безусловно, чтобы и красота была. Я всегда мечтала о розовых сапожках. Продавцы советуют присмотреться к нестандартным для зимы моделям, особенно детям-непоседам. Учитывая, что наша зима немножечко потеплела, причем потеплела хорошо, у нас сейчас очень многие родители отказываются от натурального меха, которым у нас скомплектованы зимние модели, и подбирают ребенку обувь, которая, в общем-то, ранее считалась типа демисезонной. Мы, во-первых, рекомендуем, допустим, вот если подкладочную модель, которые у нас идут с подкладкой из бархата, но на поролоне. Поролон сам по себе пористый материал, поэтому тепло держит очень хорошо и долго. Малышам для прогулок в коляске или тем, кто только начинает ходить, классические на меху. Это натуральная овечья шерсть. Вот здесь у нас деталировка идет из натуральной кожи плюс плащевочка. Подошва из термоэластопласта, не скользкая, это немаловажный фактор. Синтетика на наши зимы не подходит. Она, напротив, притягивает влагу. Она у нас и так в избытке. В дождь и слякоть силиконовые на подкладках, да еще с фольгированной подошвой лучше держит тепло. Очень многие приходят и берут сапожки, которые у нас силиконовые. Это ни в коем случае не искусственная кожа, потому что искусственная кожа, особенно когда ребенок идет и сгибает ножку, естественно, тут появляется залом и потом вот этот поверхностный слой слезает. Поэтому лучше всего либо это будет натуральная кожа, либо это будет эко-кожа. На пике популярности обувь на тракторной подошве. Специалисты не против. Главное, чтобы хорошо гнулось. Подошва толстая. У нас вот она гнется, она хорошо гнется, то есть она эластичная, то есть она вот эта обувь ноги не навредит. Но вот есть более толстые подошвы, которые фактически не сгибаются. Развивается плоскостопие, развиваются все болезни, которые могут быть. Это и болезни коленок и так далее, и так далее. Как не ошибиться с размером? Обувь на сезон должна иметь запас. Если переживаете за пустое пространство, его можно заполнить теплой стелькой. У нас носочек обыкновенный, тоненький. Естественно, мы дадим немножечко больше припуска, потому что естественно, что ребенок должен проходить в этой обуви и этот сезон, последующий зимний. Если ребенок невысокого роста, то даем где-то сантиметр, потому что хотите, не хотите, материальчики все равно растягиваются. Отопительные приборы губительны для обуви с сушим, естественно, способом. А еще не лишним будет провести тест. Если нога ребенка остается сухой и теплой даже после долгой носки, обувь вам подходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не доверять первому встречному. Думайте, с кем общаетесь. Тельцы, вы будете в ладу самими собой. Вы твердо уверены в том, что для вас важно и чего вы хотите от жизни. Воспользуйтесь этой уверенностью и укрепите ваши планы на будущее. Вот так вот. Неплохо. Да. У близнецов в эти дни притормозите, выдохните и научитесь говорить слово «нет». Время расставит все на свои места. Сделайте ставку на выдержку и дипломатичность. Раки, в эти дни вы на гребне волны удачи. Ваши долгожданные надежды и планы сбываются. Наслаждайтесь этим ощущением и дарите его окружающим. Вот так. Поделитесь с ближним, да, разделите хотя бы свою улыбку и какие-то свои планы. А вдруг вам помогут их реализовать. Вот так вот. Поэтому, Раки, делитесь всем хорошим с окружающими людьми. Ну что, продолжаем. Львы, нестабильная атмосфера этой недели в коллективе может привести львов к крайне непредсказуемым результатам. Если вы в центре своего окружения, старательно избегайте конфликтов. Так, девы, на этой неделе вы сможете получить заманчивое предложение. А сегодня кто-то из ваших знакомых решит пригласить вас в бизнес. И вы найдете эту идею крайне перспективной. Полезно подумать над тем, как выстраивать дальше отношения с родителями и родственниками. Так вот, и бизнес, и семья, все будет у дев. Мы продолжаем весы. На этой неделе будьте энергичны и активны. Поддерживайте себя в форме. Кроме того, это хорошее время для начала лечебных процедур. Не берите на себя обязательства, которые потом не сможете выполнить. Скорпионы, хорошее время решить проблемы со своими близкими. Общее внимание и компромисс при необходимости распутают любую семейную проблему. В воскресенье, это уже к концу недели, вы можете устроить семейный ужин, пригласить на чай родственников. Вот так. И всю неделю продолжайте готовиться. Да, то есть с понедельника начнем, а там уже как пойдет. Ну что, продолжаем. Про нас. Стрельцы. Звезды советуют стрельцам в эти дни держать ухо востро. Старайтесь быть пунктуальными, не позволяйте себя обмануть. На этой неделе в среду обратите внимание и уделите время для домашних дел и финансовых вопросов. Козероги, вам в этот период времени не стоит напрасно рисковать. Нельзя поддаваться ни на какие провокации и ввязываться в какие-либо авантюры. Авантюры. Время рекомендуется проводить в тесном семейном кругу. Вот так вот. Семья, это в первую очередь и на первом месте. Мы продолжаем водолей. Водолеям на этой неделе не следует браться за новые дела. Кроме того, не стоит настаивать на исполнении близкими ваших желаний, тем более силовыми методами или шантажом. Вот так вот, аккуратнее с шантажом. Ну а сегодня будьте внимательны с документацией и старайтесь избегать ошибок. Рыбы. Как никогда будете востребованы и влиятельны. Решение самых сложных вопросов может прийти совершенно неожиданно. Вместе с тем, особое внимание в эти дни стоит уделить своему здоровью. Но хорошо... Здоровью всегда нужно уделять внимание. Вы уделяете внимание не только своему здоровью, но и своим близким и тем делам, которые важны для вас в этот период. И пускай полнолуние никаким образом на вас не отразится. Метеочувствительным людям, наверное, все-таки тяжело этой ночью спалось. Пускай дальше будет только лучше и только на позитиве. Проект первого преднестровского «Страна-легенд». Новый сезон завершился и готовимся к большому возвращению нового привычного формата. Та «Страна-легенд», которая была с нашего нового телевизионного сезона, это сезон разгадок. Все интересные моменты об нашей истории, о нашем крае, о каких-то уголках таинственных, неизведанных, все это посетил Александр Кожухарь, обо всем этом рассказал. Мне кажется, очень сложно оставаться таким вовлеченным, когда ты знаешь все изнутри, когда ты много лет работаешь и уже все места вроде бы посетил. Но вот так вот заново, живо рассказывать и увлеченно рассказывать, узнавать что-то новое, Саше действительно удалось. И этот сезон разгадок получился, на мой взгляд, интересным и необычным. Что приятно было для наших телезрителей? Многие замечали подсказки, предметы, которые не должны были находиться в том или ином кадре, но они там были. Конечно, по ходу десяти выпусков, пока Саша об этом не заявил, может быть, и никто даже не обращал внимания. Но как только создатели «Страны-легенд» сказали, что у нас для вас есть призы, мы их разыграем, у нас будет три счастливчика, вам нужно только внимательно пересмотреть эти выпуски и найти то, о чем идет речь. Саша рассказывал, как это сделать максимально просто, и мне кажется, в этот период времени очень многие телезрители начали осматривать и пересматривать. Ответ уже известен всем в прямом эфире нашего инстаграма, первого «Приднестровского» провели розыгрыш, три счастливчика известны, свои призы они получат уже 2 декабря, когда стартует новый сезон «Страны-легенд». Вообще сам проект, мне кажется, он какой-то особенный, потому что я помню первые выпуски, и все относились довольно интересно, потому что начался ковид, определенная какая-то структура самой программы, и кому-то было интересно, кому-то могло казаться не так, но каждый выпуск становился все интереснее и интереснее, вызывал все больше интереса у телезрителей. Как мне кажется, я сам полностью погрузился в эту передачу. Мы действительно не останавливались, потому что заменили эти оффлайн-встречи на онлайн-формат, и ведущий сидел здесь у нас в студии, Виктор Савченко, и общался через видеокамеру. Но насколько формат, хоть и непривычный, да, и трансформированный, но суть программы оставалась неизменной. Познакомить с интересными фактами о Приднестровье, как можно большее число людей новое, издание уже вышло, можно поотвечать на вопросы, поузнавать еще больше интересных фактов, все это тоже есть. И вот, наконец, новый сезон предновогодний, пять выпусков. Впереди 2 декабря большой старт и формат привычный всеми любимый. И несколько команд им задают вопросы. У кого больше правильных ответов, тот молодец, тот дошел до финала. Финал будет в новогоднюю ночь. Да, это будет интересно, я думаю, это будет хорошим украшением этой новогодней ночи. Я думаю, всем телезрителям стоит посмотреть и также просвещаться вместе с участниками этой передачи, ну и болеть, яростно болеть за своих любимчиков. У каждого, я думаю, это будет своя команда. Поддерживайте и смотрите максимально эту интересную передачу. Ну а мы сейчас так приоткроем завесу и привлечем еще больше телезрителей к просмотру этого проекта. Страна-легенд больше не онлайн-викторина. Все знатоки играют вживую, напротив друг друга. Новый сезон, новый формат, новые правила. Первый выпуск 2 декабря в 20.40. Добрый вечер, вы в стране-легенд, мы вернулись. Вы ждали, мы ждали, и да, это четвертый сезон. Это первая игра. Мы дебютируем, как будто бы все начинаем сначала. И в то же время у нас есть большая история у нашей игры. Мы заменяли самих себя программой «Страна-легенд» сезон разганок. И вот настало время викторины, и теперь не онлайн-викторины. Теперь мы, Лидия Солкуцан и Виктор Савченко, будем все это вести прямо здесь, в хорошем месте, с хорошими людьми. И команды будут играть с глазу на глаз, друг против друга. Раньше мы это практиковали только в финалах, теперь так будет всегда. Молодежный парламент и молодежный избирком открывают долгожданный четвертый сезон. Всем привет. Молодежный праздник миссии? Да. Готовы? Гораздо интереснее, потому что мы видим оппонентов, видим их эмоции. Это и живое общение, это и живая реакция. Ну, вживую всегда все интереснее, потому что действительно уже устали от формата дистанционки. И когда встречаешь знакомых, друзей рядом, ну, это всегда интереснее гораздо. Очень быстро входите в азарт. Вот азарт, он очень быстро чувствуется, хочется играть еще и еще. Поэтому к концу игры думается только о том, что 8 вопросов – это мало, хочется больше. Мы будем, наверное, выносить предложение, чтобы было 10 вопросов. Многогранник, темная лошадка в стране легенд. Название у команды новое. Но некоторых игроков зрители хорошо знают с прошлого сезона. Аналитик Игорь Осипов играл за команду «Экогрипп». Короче, будьте готовы ко всему. Ко всему, да. Почему многогранник? Ну, название должно быть, скажем так, характеризующе всю команду. А мы, поскольку я повторюсь, мы не связаны ни одной профессией, ни одним городом, ни одной родом деятельности. Поэтому, учитывая, что каждый из нас представляет какую-то грань, какую-то область познания, область действия, решили называться «Многогранник». Новая команда для зрителей. Кто в вашей команде? Ну, команда может быть и новая, но состав достаточно опытный. Трое из нас уже принимали участие в прошлых сезонах, включая первый, второй и третий. Чемпионы прошлого сезона тоже в деле зрители не смогли удержаться. Команды зрителей снова в стране легенд. Почему решили вернуться? Ну, прошлый сезон стал для нас чемпионским, и мы решили, чего греха таить, повторить его. Хотя мы следуем главной своей заповеди, не в сухую, наш девиз никогда не изменится. Посмотрим, как будет вот сейчас повторить сезон и стать снова чемпионами. Вот это заявочка. Как настрой? А настрой у нас, в принципе, чемпионский. Мы готовы ко всему. В первом туре зрители сыграют с айтишниками. Рассказывайте, Иван, как вы математически все анализировали, готовясь к этому сезону, вы же по-другому не должны делать. За нас уже давно анализируют искусственный интеллект. Да. Так что шансов у соперников нет. Простите, девчонки. Айтишники традиционно считаются ребята достаточно умные, поэтому мы обязаны играть в такие интеллектуальные игры. Ощущения от игры очень положительные, очень классные. Вопросы, правда, сложные, очень непростые, но мы сложности не боимся, поэтому всегда будем поддерживать эту игру и играть, играть, играть. А вот ОНФ пока сразится с обновлением. Обе команды уже давно разгадывают тайны и мифы Приднестровья. В нашей команде в этом сезоне будут два новых участника. Это представительница Каменского молодежного крыла, Общеприднестровского народного форума. И, наверное, для всех наших зрителей будет приятным сюрпризом. Это представитель Бендерского территориального отделения. Человек, которого наверняка многие видели по телевидению, многие знают. Но фамилию пока я говорить не буду, пусть это будет для вас, для всех маленькой тайной. Какая новая стратегия будет? На самом деле, какую бы мы стратегию ни избрали, мы постоянно хорошо начинаем. И потом почему-то от простого идем к сложному все время копаем гораздо глубже, чем есть на самом деле. Стараемся развиваться, расти, получается, все время наступаем на одни и те же грабли. Но это интересно, мы к этому еще относимся очень легко и просто в плане того, что главное не победа, а участие. По крайней мере для нас. А что важнее, победа или удовольствие для вас? Для нас, конечно же, это удовольствие. Потому что я прекрасно помню по запросу в финал, когда мы очень быстро выиграли, но нам было мало, и мы попросили ведущих, чтобы они продолжали задавать вопросы, и мы использовали все вопросы до конца. Для нас главная игра. Победа? Да, победа – это приятный бонус. Но если не будет победы, ничего страшного. Давайте целый день сегодня получать удовольствие, потому что для команд удовольствие, для нас еще и работа сегодня до вечера будет тяжело. Но я надеюсь, вы все отсюда в 9, в 10 вечера, может, и позже уйдете довольны, а я буду вами, вами, как всегда, гордиться. Сегодня пишут 5 выпусков подряд, и все время вы на каблуках. Как чувствуете себя? Не устали? Ужасно. Ну, на самом деле, когда идет игра, адреналин настолько зашкаливает, причем не только у знатоков, которым надо дать правильный ответ, которые, скажем так, они прям чувствуются, вот эта энергетика от столов, она кипит, и она заряжает, и ты на этом фоне тоже, кажется, вроде бы перед игрой, как ведущие устали уже, уже где-то хочется расслабиться, где-то хочется немножечко поспокойнее, а потом начинается игра, и ты понимаешь, что вот оно, вот она, энергетика пошла, и в конце игры все команды говорили, а все? Нам хочется еще? Как это все? Ну, только восьмой вопрос, но, к сожалению, все для того, чтобы потом было еще. Пять выпусков, работа с самого утра начинается, а в итоге это будет пять выпусков, первый в 12 и финальный в 8 вечера, так что одно за другим на весь декабрь, и мы планируем так записываться и дальше, то есть тоже, в принципе, за один съемочный день будем перекрывать целый месяц. Вот такой опыт серьезных, больших телеканалов, в принципе, это единственный шанс, потому что, ну, мы, грубо говоря, все телевидение сюда загнали, поэтому, конечно, ну, в таком формате проще. Большая перемена, МИД, Тиротекс, Энерго тоже в списке участников. Новый выпуск каждую субботу после специального разговора. Не пропустите! Танцы, вокал, декоративно-прикладное искусство. Мне кажется, в детских садах эти вопросы остро не стоят. По одной простой причине, потому что в каждом детском саду каждый час и каждая минута строго расписано по расписанию. Огромное количество занятий, изологопеды, просто занятия с воспитателем. Природоведение, изучение родного края. В общем, ваш дошкольник знает очень и очень многое. Даже если он не приходит и не рассказывает, чем он занимался, но очень часто как происходит, как твои дела? Вот что можно ответить на вопрос, как дела? Ну, нормально, как день прошел? Хорошо, вот и все. Чтобы узнать больше, надо каким-то образом разговаривать с ребенком, и тогда вы узнаете действительно, как строятся деяния в дошкольном учреждении. Помимо того, что едят, спят и играют, очень много всего можно сделать в детском саду. Иногда включают фильмы на проекторе, иногда это какая-то трансляция, это не просто мультфильмы, это познавательный материал, но вот какие-то группы воспринимают именно визуально лучше и запоминают лучше. Какой-то урок грамотности, прописи, в общем, все это есть. Но понятное дело, что с точки зрения центра развития, да, это очень важно. Но есть и какие-то досуговые, дополнительные занятия, которые развивают другую сторону, не только обогащают и словарные запасы, и расширяют уровень знаний, но и помогают ребенку раскрыться с других сторон. На прошлой неделе в детском саду моей дочки я увидел такое объединение обычных стандартных занятий, там аппликация у них была, кажется, с современным миром. Воспитатели нашего детского сада и нашей группы отправили в Viber фотографию, где дети на аппликации делали коврики для мышки. Это было особенно интересно, поэтому да, детей не просто чему-либо обучают, но еще и посвящают теперь уже в интересные для них вещи и делают то, что им теперь тоже интересно. Сейчас стало холоднее и выходов на прогулку меньше. Если можно посидеть в тепле, дети предпочитают оставаться в группе и проводят время активно, позитивно, с максимальной пользой. О педагогах, которые готовят весь этот материал, увлекают детей в то или иное занятие, сейчас расскажем. Обратите внимание, как правило, молдавская посуда коричневого цвета – это цвет природы, это натуральный цвет глины. В столичном детском саду «Экскурсия» музей трехнациональностей «Дружба» встречает юных посетителей. Так дети проводят время, когда на улице непогода. «Украинская хата. Украинская хозяюшка встречает гостей в своем украинском нарядном уборе. И, конечно же, она приглашает за свой стол». Арина в музее уже не первый раз, но рассматривать игрушки, прялки и другие экспонаты ей очень нравится. А ты знаешь, из чего сделана эта игрушка? Из соломы. А это кто? Это твоя любимая одна из. Ты знаешь, кто это? На кого похож? На овечку. Ну да, такой барашек. У него даже рога есть такие. А ты помнишь, что вам рассказывали сегодня про игрушки? Почему их делали сами? Раньше не было магазинов, и их делали сами, своими руками. А ты любишь что-то делать своими руками? Да, люблю. Что ты делаешь? Подделки всякие разные. И кувшины. А вот Никите приглянулся серп, самовар, ложки и... Мне больше нравится. Вот ковры, они прям красивые. Там много цветов красивых. А ты знаешь, как их делали? Да. Как? Их высылали и искали. Угу. А у тебя у бабушки или у дедушки есть такие дома? Нету. А хотел бы себе такой ковер? Да. А ты знаешь, что их можно купить? Где? Я тебе потом расскажу. Пошли. Много. Всего в музее детского сада больше 500 экспонатов собирали воспитатели и родители. Кружки, чашки, ложки, кувшины, даже старые пустолы и детская железная кровать. Мы сами прекрасно понимаем, что если вот то правило музейное не трогать экспонаты, нам не подходит. Потому что дошкольный мир, дошкольное воспитание, оно же на сенсорике, на кончиках пальцах, как говорят педагоги. Поэтому я даю возможность детям и потрогать, и поиграть, и рассмотреть после каждой экскурсии. Елена Вячеславовна в профессии 20 лет. Задача таких занятий – рассказать детям о национальностях Приднестровья. У каждой своей особенности. И, конечно, лучше всего делать это в игровой форме. Для развития интереса. Это для насыщения их воображения творческими какими-то идеями. Потому что после экскурсии у нас всегда идет изобразительная деятельность, лепка, аппликация. И благодаря нашему музею творческое желание детей воплотить в сюжете насыщается. То есть это необходимое, так скажем, для нашей деятельности. И, естественно, это для отдыха. Дети отдыхают, они могут здесь пообщаться, они задают вопросы, педагоги отвечают на эти вопросы. И таким образом кругозор их развивается. Костюмы и правда эксплуатируются. В них танцуют, в них выступают. Я среди них тут нашла такую сумочку. Мне сказали, что называется она «Лакомка». Я сразу спросила, относится ли это как-то к сладостям. И нашла подтверждение этому. Это украинская национальная часть верхней одежды у деток. Называется она «Лакомка», потому что сюда складывали конфеты, монетки, печеньки. И не только во времена каких-то колядок или праздников. Всегда, если увидели у ребенка такую сумочку, могли подойти и поставить сюда конфетку. Отсюда и название «Лакомка». Как настоящие художники мы будем с вами писать. Как художники пишут картины, мы сегодня будем расписывать красивые кувшины. После экскурсии по расписанию ИЗО все, что услышали, нужно закрепить. Сегодня национальные узоры на кувшинах. Молдавские – черно-белое сочетание, где всегда есть виноград. А вот украинские – кувшины уже с зелеными элементами и подсолнухом. Вот таким получился наш понедельничный эфир. Мы надеемся, что своими улыбками, своим настроем мы помогли вам взбодриться и настроиться на позитив этого дня, этого понедельника. Неделя впереди. Пускай она будет очень легкая для вас и получается абсолютно все, что вы хотите. А сегодняшний день с улыбкой на лице проведите. Это утро постарались для вас зарядить максимально. Анастасия Чернитинская и Александр Войков. Надолго не прощаемся. Хорошей недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!